Сиг, сиг, сиг! Номер от natural priest Hell and pizza were supposed to be released В эпохе Пять членов этого коллектива, хорошо уже известные музыканты, в хэви металлическом мире Эту команду собрал Чак Шульдинер Человек, заработавший себе легендарное имя Выпуском определяющих и ключевых для всего жанра семи альбомов Пластина группы Death На дебитном альбоме The Fragile Art of Existence выпущенном Control Denied на лейбле Nuclear Blast Чаку присоединился гитарист Шенон Хэм и барабанчик Ричард Кристи Оба сыграли на последнем альбоме Death А также еще в составе появился виртуозный бас-гитарист по имени Стив Ди Джорджо Ну и конечно же голосистый вокалист Ким Аймар Восемь песен этого альбома продолжительные сложные по своей структуре произведения которые мог сочинить только сам Шульдинер Это пластинка, кульминация давнего желания Чака сочинять и записывать более мелодичный металл Привет всем подписчикам Boosty Patreon Сегодня для вас я сниму обзор на последнюю работу Чака Шульдинера под названием The Fragile Art of Existence Сразу же хочу попросить прощения если неправильно произношу название альбома У Чака Шульдинера давно имелось желание создать отдельный проект от группы Death где бы он только был гитаристом и конечно же с нормальным вокалом Я думаю вы знаете, что Чак Шульдинер не особо любил петь Поэтому и появилось желание создать разноплановый музыкальный проект который бы не имел ничего общего стилем Death Поэтому и появилась такая острая необходимость найти вокалиста с таким широким вокальным диапазоном Парочка слов от Чака зачем ему понадобился отдельный вокалист Когда у меня есть такой вокалист как Тим зачем мне стремиться петь самим И потом мне просто хотелось играть на гитаре и действительно быть обычным гитаристом Тим Аймар мой вокальный герой Он просто невероятный певец Он пойдет убедительно, мощно и мелодично Этот парень умеет петь чисто и вместе с тем пронзительно Мне очень понравилось как Тим спел на данном альбоме Он очень постарался и полностью выложился Если кто не знал то последний альбом Death он должен был выйти под вывеской Control The Night Но тогдашний лейбл Nuclear Blast поставил такое условие Что давайте этот альбом мы выпустим еще под вывеской Death А следующий будет уже под Control The Night Nuclear Blast конечно же оказались хитрыми Ибо вы сами понимаете что Death это уже был раскрученный бренд По моему мнению именно с альбома Symbolic музыка Death и начала меняться в сторону Control The Night Откатал тур в поддержку последнего альбома Death В начале 1999 года Чак вместе со своей новой группой приступил к работе над новой работой Control The Night На дворе стоял месяц Май Вовсю шел процесс и вдруг Чак начал ощущать боль в области шеи Сам он считал что просто защемил нерв или просто может быть растяжка Однако МРТ показалось что был он прав по поводу нерва К сожалению это оказалась опухоль 13 мая свой 32 день рождения Чак узнал свой диагноз Глиома Воролиева моста редкая форма рака ствола головного мозга который обычно бывает у детей Врачи Чака решили что опухоль у него была с детства просто симптома многие годы не было Самый сложный вопрос к данному альбому это в каком стиле он записан Вот я лично сколько его не слушал и все равно мне сложно понять в каком стиле он записан Здесь вы сможете услышать типичные чаковские рифы которые вы слышали на последних альбомах Death Также элементы Power, Trash, Heavy Ну и конечно же некоторые Fusion Jazz И порой это все в куче прям взрывает мозг Я уже как и не пытался нащупать основу стиля но все равно как-то оно все размыто Поэтому в комментариях вы можете отписать в каком стиле по вашему мнению записан данный альбом В руках я держу переиздание 2014 года от лейбла Relapse Данный диск без проблем сейчас можно приобрести за 15 долларов на сайте Relapse Ну что давайте посмотрим что это за издание Снимаем slipcase Кстати в таком же формате переиздания Relapse сделали и остальные альбомы Death Кроме символик Открываем стеклышко Вынимаем буклет На буклете имеется подпись бас-гитариста Стива Ди Джорджо Которая была взята полтора месяца назад в Вене Открываем Здесь у нас информация по альбому Также фотографии Далее идет лирика Участники группы Лирика Лирика И конечно же кредицы Задник Данный буклет сделан очень добротно То есть есть все Фотографии, информация, лирика И конечно же крутые арты наподобие этого Кстати я видел футболки с ним На первом диске вы сможете найти 8-трековый альбом А на втором вы сможете найти бонус материалы с разными демо и задник диска Честно сказать данное издание очень даже впечатляет в плане звука и конечно же оформления Вы сами видели что буклет сделан очень очень даже хорошо Также хочу отметить что звучание данного издания меня также полностью устраивает Relapse Records реально молодцы За небольшие деньги вам дарят хороший продукт наподобие этого И конечно же остальные альбомы Вот вам даже пример это переиздание от Hammer Heart Records Также двухдисковое Слип кейс Сделаны они практически одинаково Но разница есть 5 долларов Поэтому я и отметил что Relapse молодцы Альбом The Fragile Art of Existence вышел 13 мая 1999 года на лейбле Nuclear Blast Название альбома в переводе означает такое хрупкое искусство жить И кстати данное название Чак хотел использовать на последний альбом Death Но как показало время и болезнь Чака что данное название лучше всего подошло именно к данному релизу Альбом как обычно по классике записывался во Флориде на студии Morisound Продюсерами данного альбома выступили Чак Шульдинер и конечно же Джейм Моррис Состав который должен был записать данный альбом был практически такой же как и на последнем альбоме Death Только появился отдельный вокалист В какое-то время до записи альбома начались проблемы с басгитаристом Скоттом Поэтому Чаку пришлось обратиться к старому другу по имени Стив Ди Джорджио К большому счастью Стив Ди Джорджио согласился и за 4 недели подготовил все бас партии Честно сказать по моему мнению это лучшая работа Стива Ди Джорджио Звук и партии баса просто космос Наконец-то ему полностью дали возможность раскрыться Лично для меня всегда было дикостью почему Стив Ди Джорджио не записывал два последних альбома Death Это реально обидно Также Чак Шульдинер отвечает на вопрос или Control the Night это продолжение группы Death 100% продолжение и мне самому интересно чем это все закончится Все говорит в пользу того что слушателям эта пластинка понравится Позиция осталась неизменной Никакой погони за модой, никаких проходных рифов, никакой мешковатой одежды в студии Можно сказать что я двигаюсь в новом направлении и это направление безгранично Это классная концепция и эту идею еще предстоит развить Я настроен крайне положительно на то что слушатели примут эту запись Данную загадочную обложку создал Трэвис Смит, который также рисовал последний альбом Death Это американский художник который нарисовал сотни картин для разных метал-групп В его списке есть Cradle of Fields, Catatonia, Iced Earth Если есть желание ознакомьтесь с этим списком на метал-архивах Касаясь лирики альбом вышел даже очень зрелым Эта зрелость уже начала появляться на двух последних альбомах Death Как вы сами понимаете Чак начал просто взрослеть Ну и плюс конечно же жизненные проблемы которые заставляют тебя думать иначе Иронично что большая часть текстов песен Чака этого десятилетия затрагивала тему тотальной силы разума Если такие песни как Destiny и Paranile Quest удивительным образом предвидели то что ему придется пережить ближайшие года Название песен Control the Night как-то What If, Что Если, Believe, Уверуй И The Fragile Art of Existence, Хрупкое Искусство Существования Похоже получились поразительно пророческими Осмелюсь сказать что эта опухоль будь она проклята выбрала не того парня Большому сожалению данный альбом стал последней работой при жизни Чака До смерти Чака Control the Night уже были в процессе записи второго альбома Но они не успели это сделать при жизни Чака Но это уже другая тема на которую я сделаю отдельный ролик Если вы ценитель творчества Чака Шуддинера и каким-то образом еще не слышали данный альбом Ибо конечно же это самая зрелая работа Чака Да конечно изначально может быть тяжело раскусить данную музыку Это конечно же вам не зомби ритуал, не лепрость и не born dead Поэтому придется немножко напрячь мозг и постараться понять данную музыку Лично я изначально сам не особо въехал в музыку данной группы Но попозже я понял что да, это реально глубокая и интересная музыка Всем спасибо за просмотр, если понравилось видео ставим большие пальцы Также не забываем подписываться на канал, нажимать на колокольчик И конечно же до новых встреч!